Тверская область Счета, куда можно перечислить деньги, указаны на сайте правительства области. От межрегионального взаимодействия до решения внутренних задач в центре внимания сферы ЖКХ. Речь шла о проведении капитального ремонта многоквартирных домов, о переселении граждан из аварийного жилья, в том числе за счет средств фонда содействия реформирования ЖКХ, который подтвердил финансирование. На заседании были приняты порядки методика распределения субсидий из областного фонда софинансирования расходов муниципалитета на эти цели. Другая сторона вопроса – выполнение обязательств властями на местах. Даем заявки, даем средства, а потом в пожарном режиме устраняем недостатки. Если нравится так работать за чиновников на местах, мне нет. Пускай реализуют деньги те муниципалитеты, которые готовы работать по условиям фонда, могут работать и несут, и понимают свою ответственность за выполнение этой задачи. Ряд вопросов на заседании правительства касалось социальной сферы. В Тверской области подготовлена программа совместно с Пенсионным фондом России, который предполагает в этом году проведение ремонта в психоневрологических интернатах региона и оказать помощь неработающим пенсионерам в случае чрезвычайной ситуации. Среди рассматриваемых на заседании мер – поддержка и ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей. Министерство социальной защиты населения области считает, что необходимо расширить число ее получателей. Дело в том, что есть те, кто не состоит на учете в органах службы занятости и не может подтвердить статус безработного, но источника дохода не имеет. Чтобы не оставить их за бортом, были конкретизированы документы, необходимые для получения выплаты. Мы предлагаем включить для подтверждения отсутствия доходов следующие документы. Это копия трудовой книжки каждого неработающего гражданина, сведения о регистрации, либо об отсутствии регистрации в качестве безработного в органах службы занятости и сведения об отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, каждого неработающего трудоспособного члена семьи. Кроме того, если заявление подается в течение шести месяцев, то выплата будет назначена с момента рождения ребенка, а не с момента подачи заявления. Тема детства в какой-то мере была продолжена. Губернатор области подняли вопрос о держании детских площадок. В прошлом месяце на заседании Андрей Шевелев дал поручение привести в порядок все площадки. Там, где собственником является ТСЖ или управляющая компания, они должны взять на себя эту работу, иначе все ложится на местную власть. По словам министра по делам территориального образования Евгения Ткачева, 35 муниципальных образований отчитались о проделанной работе. Составлены реестры организаций, на баланс которых эти площадки, на баланс которых площадки находятся. Значит, за отчетный период демонтировано пять площадок, составлен план ремонта на шести площадки, выявлено 55 неисправных элементов площадок. Собственно, это за то время, которое мы отслеживали, и работа продолжается. С одной стороны, Андрей Шевелев обратился с тем, чтобы было оказано содействие муниципалитетам в определении собственников детских площадок и постановке их на баланс, а с другой напомнил об ответственности. Прошу передать всем, любой случай с ребенком на детской площадке, персональную ответственность нести будет глава муниципалитета на месте. Или организуйте управление собственником, не следите самим. Допустим, в прошлом году приняло почти 2000 человек.